Привет! Меня зовут Кузнецов Илья, я являюсь преподавателем по направлению бас-гитара в музыкальной школе-студии Rock School. Сегодня я начну небольшой курс видео, в котором я коснусь нескольких вопросов музыкальной теории, а также ряда вопросов, связанных с моим инструментом непосредственно. Тему, которую мы будем проходить сегодня, называется «Интервалы». Интервал — одно из фундаментальнейших понятий в теории музыки. Он используется при прохождении таких тем, как гаммы, аккорды, лады и множество других тем. Что мы понимаем под словом «интервал»? В обычной жизни интервал может быть временной, это какой-то промежуток между одним и другим. В музыке такое применение интервалов тоже имеет место быть, это некая мера расстояния музыки, однако вы не часто можете встретить его среди профессиональных или непрофессиональных музыкантов. Обычно мерой единицы измерения является полутон или тон. Полутон — это расстояние между одной и ближайшей клавишей на фортепиано, это один лад на гитаре, масса различных вариантов полутонов мы можем встретить в музыке. Они помогут нам в изучении темы интервалов. Итак, перейдем к клавиатуре. Обычно под классическим определением интервала подразумевается сочетание двух нот по разной степени высотности. Итак, для того, чтобы понять, что это такое, давайте воспользуемся клавиатурой. Мы можем найти любую ноту, которая вам понравится. Или не понравится. Так или иначе, нужна одна нота. Когда она звучит только она, ничего не происходит. То есть это нота и нота, может он нравится или не нравится, но так или иначе никакие отношения ни с кем она не вступает. Но попробуем добавить к ней еще одну ноту. Перейдем на полутона выше. Это на одну клавишу вправо. Это можно сделать так же на гитаре. То есть вы просто идете на лад выше, зажимаете через струну, как угодно. Послушаем теперь. Было так. Спокойно, правда? А стало вот так. Попробуем увеличить это расстояние. Сыграем не ближайшую клавишу справа, а еще через одну. На тон выше. Совсем другие эмоции, правда? Поднимем еще на полтона. Еще на полтона. Еще. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно и написать свои ощущения. Просто для себя. Это поможет вам запомнить интервал. Потому что, скорее всего, ваше ощущение будет совпадать с тем, что написано на доске. Итак, очевидно, что разные наборы над звучат по-разному. Некоторые звучат грустно, некоторые весело. Некоторые звучат неприятно, некоторые приятно, некоторые звучат никак. Причина данных явлений исходит из физики звука и из темперированного строя. Но отдельно этих тем мы сегодня касаться не будем. И перейдем далее. Нам нужно систематизировать наши знания. Нужно понять, что же такое интервал. Почему все звучит именно так. И чтобы нам сделать это максимально просто, нам нужно зафиксировать несколько музыкальных терминов. Мы записали на доске небольшой словарик, который мы сейчас и продемонстрируем. Так, как было уже сказано, словарик поможет нам усвоить эту тему получше. Если что-то из этих определений вам уже знакомо, вы можете смело пропускать этот фрагмент видео, переходить непосредственно к интервалам. Так, что мы видим здесь? Полутон. Полутон, как было уже сказано, это минимальная единица измерения в музыке. Она пригодится нам для того, чтобы отсчитывать расстояние между интервалами. Тон это два полутона. Консонанс это приятно звучащий звук. Диссонанс неприятно звучащий звук. Ступень это порядковый номер в звукорядке. Это может быть гамма, может быть пентатоника, что угодно. Так или иначе, каждый интервал имеет свой порядковый номер. Итак, перейдем непосредственно к списку интервалов. Что мы здесь можем увидеть? Здесь перечислены все интервалы в порядке возрастания. И некие комментарии к ним. Мы можем здесь увидеть расстояние от основного тона. Расстояние от основного тона означает следующее. Это расстояние от первой клавиши, которую вы зажали, до второй. Именно используя это расстояние в полутонах, оно указано в полутонах, в тонах, прошу прощения, вы сможете построить данный интервал. Конс и дис сокращение от консонанса и диссонанс, которые мы разобрали в словарике ранее. То есть консонанс приятно звучащий, диссонанс неприятно звучащий. И римские цифры обозначают ступени. Итак, начнем. Первый интервал чистая прима. Данный интервал является скорее номинальным, и зажать его на всех инструментах не представляется возможным. Например, на клавиатуре вы не встретите две одинаковые клавиши. Так вы можете обратить, расстояние между искомой точкой интервала и второй нотой составляет 0,5 тона. То есть это одна и та же нота. Он является консонирующим и имеет первую ступень. Далее мы можем видеть малую секунду. Это интервал в полтона. То есть клавиша и ближняя к ней, либо лад и ближний к нему. Это диссонирующий интервал, крайне неприятно звучащий. Он является интервалом второй ступени. Вы можете обратить внимание, что существуют чистые, малые и большие интервалы. Итак, существует также большая секунда. Она, в свою очередь, занимает один тон, расстояние от основного тона. Он диссонирующий, крайне диссонирующий интервал. И также является интервалом второй ступени. Следующий интервал малая терция. Расстояние от основного тона полтора тона. Это консонирующий интервал и интервал третьей ступени. За ним следует большая терция. Расстояние от основного тона, который уже два тона. Это также консонирующий интервал. И также интервал третьей ступени. Что объединяет терция? Это очень важные ключевые интервалы для создания аккордов. Например, малая терция является основой минорного трезвучия, а большая терция является основой мажорного трезвучия. Итак, чистая кварта. 2,5 тона расстояния, концонирующий интервал и четвертая ступень. Вы его можете знать по песне «Дым на двады». Следующий интервал – 3 тонн. Изголь в списке интервалов, расстояние от основного тона, как можно догадаться, 3 тона. Это десонирующий интервал, интервал дьявола, как его еще называли. У него нет порядкового номера как такового, обычно его обозначают либо повыше на четвертой ступени, либо чаще всего пониженной пятой ступени. Следующий интервал – чистая квинта. Расстояние от основного тона 3,5 тона. Это концонирующий интервал и интервал пятой ступени. Чистая квинта имеет решающее значение для рок-музыки. Именно на ней она во многом построена. Ну, в общем-то, и не только. Тоже очень важный интервал для создания аккордов, о которых мы говорили выше. Следующий интервал – малая секста. Плюс четыре от основного тона, концонирующий шестой порядковый номер. У него есть свой собрат, большая секста. В свою очередь четыре с половиной тона, концонирующий и шестая ступень. Они являются неким отражением терций. В теме обращения интервалов мы к этому будем ссылаться повторно. Далее мы видим интервал малая септима. Он уже диссонирующий, плюс пять тонов. Это седьмой по порядку интервал. У него собрат большая септима, пять с половиной тонов, диссонирующий и седьмая ступень. Данный интервал многие называют зачем-то джазовым. В общем-то, это имеет место быть, поскольку в джазе очень часто используются септаккорды. Вот тут тоже крайне важный интервал для построения аккорда. Для септаккордов, собственно. И список завершает чистый октал. Шесть тонов, концонирующий, восьмой порядковый номер. Чистая октава – один из самых популярных, самых приятных интервалов, которые часто используются в музыкальной теории. Понятия октавы будете, наверное, наиболее часто встречать. И, собственно, их наиболее важно знать. Итак, это все, что мне хотелось рассказать о теме интервалов. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Тема, я считаю, очень объемная, очень важная, очень нужная. И для того, чтобы ее необходимо пройти перед тем, как изучать полноценный курс на музыкальной теории, поскольку многие темы опираются именно на нее. Существует также второй уровень интервалов, которых мы сегодня не касались. И существует тема обращения интервалов, которые, если этот урок вам понравится, мы сможем рассказать в следующем видео. Итак, мне было приятно для вас рассказывать. До новых встреч. С вами был Динсов Илья. Подписывайтесь на канал RockSchool, ставьте нам лайки и приходите к нам на занятия. Мы вас очень ждем. До новых встреч.